Итак, значит, вебинар номер 53. Я получил обращение личное от этого гражданина. Он зовет себя Дяди Ивани, поэтому мы тоже будем звать его Дяди Ивани, раз ему так привычно. Так, пока не комментирую. Киселев скрывал от меня вот эти обращения, там жарел мое сердце, оно немножко не в той тональности, типа, Леопольд, выходи, выходи, подлежи. Ну, что-то в этом роде. Ну, помягче, конечно, но достаточно, чтобы у любого человека, которому так обращаются, который жизнь прожил ради садоводства, в конце концов оказалось, что это все неправда. Ладно, смотрите, мы вначале, просто я объясняю, о чем пойдет фильм, вот об этом гражданине. Вот он стоит на полуметровой яме, причем под ним вода, но она почему-то не проваливается. Вот, теперь смотрим сюда, внимание, я мог бы все, я обещал, он обратился, вот, ну, на свою же голову, наверное, а дело в том, что целый вебинар я посвятил этому. А мог бы ограничиться одной вот этой фотографией. Смотрите, вот это, у нас есть поселок Майна, он расположен примерно так же, у него 67 сантиметров до воды, а в поселке Майна, ну, где-то чуть больше, там, метр-метр-двадцать, вот. И ко мне обращались люди, которые не могут ничего сделать, единственная радость колодцы рыть, но это просто чудо. Не успел копнуть, а уже вода, вот. Вот, и вот что получается, я там учился этому, поселок, центр садоводства был Сибири, заметьте, не Минусин с его станцией, и с это самое, не Алтай с его академиками, профессорами. А поселок Майна, несколько звучных, страшно звучных фамилий для нас, простых садоводов, Левицкий, Бородич, вот, рядом Черемушки, Боднер Великий, вот это люди, вот. Вот, и тут же рядом ничего не растет, ничего. Скажите, вас эта фотография в чем-то убедила? Я очень надеюсь, что дядя Ваня убедит. Но, пойдем по порядку. Дело в том, что идет страшное, это самое, даже если не обращать на такую завуалированную травлю, потому что, знаете, как ему под этим письмом, под каким-то из этих его фильмов, которые он назвал научными, да, ой, учебными, учебными, тут же пишут, да вот мы вас поддержим, а вот такой чуть ли не негодяй, железо, в общем, понятно, да, вот. Вот, никто никогда не скажет, что я учил садить в эти гнилые ямы. А здесь не просто такая яма, это просто тут дождь, а тут еще дождя нет, а она еще, я это называю, тромб. Но подробнее потом, если у кого хватит терпения меня дослушать. Но это касается пол России, а почему пол, скажу, хотите иметь абрикосы, имейте 5, 6, 8 метров до воды, яблони можно меньше, сливы может 2 метра, вот, сделал хом, еще можно, то есть будем искать, будем подбирать, дело вот в чем. У нас садоводство умирает, 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 вот, для этого что нужно, иметь климат, вот смотрите, видите, как у дяди Вани. У него даже пойдет, будет вот это самое, и смерть, 100%, не 90%, вот, климат раз, мороз загибаем палец, дожди загибаем второй палец, но мы это проходили, фальшивки, опущенные руки, вы помните нарисованное, эти самые, а ведь покупают, иначе бы не продавали. Помните нарисованные плоды, непригодные саженцы, пусть и настоящие, что такое настоящее непригодное? С Молдавии и в Москву, ну, яблоня другая выживет, если снегом прикрыть, все, больше ничего. Вот, смена поколений, ушло поколение, то самое, сейчас в Саиногорске полная мертвящая тишина, сравнить то, что и этих, вот, полная, представляете, это невероятно, умирает то, что было, умирает, искалеченная этими, традиционная смертельная агротехника, вот, и благодаря этому умирает даже то, что было. Вот, и на рынках один последний из Магиканца, Нагорец, я вам о нем рассказывал, вот, Тотаров последний, и с двух сторон от него, девшовками, крымчане и узбеки можно назвать, только хитрее, гораздо хитрее, но я про это рассказывал, непорядочность, это уже то, это уже невероятно непорядочность. На плетут, сейчас покажу, дебильная школьная программа, отдельный разговор был, еще будет. Почему я вам показал этих детей? Это один из миллионов, которым вот эти, вот эти вот самые, где они тут, у меня тут, вот эти, вот эти яблочки могут, видно, не видно, вот эти яблочки могут есть, только один из миллионов таких садов. Начинается все со школы. Почему? Еще не раз повторим. Ладно, идем дальше. Значит, дальше небольшое, как сказать, пробежимся, а потом вернемся к этой страшной технологии, о которой будем долго говорить. Вот, я очень надеюсь, дорогой дядя Ваня, у вас до конца стать врагом, потому что такие случаи были. Сама мысль ненависта, что то, что он делал, оно не соответствует настоящему садоводству. Или стать моим другом. Просто, это так просто. Я потом объясню, как это делать. Вот, смотрите. Я не зря вот это все. Вот семь пунктов, почему не было и не будет. То есть, закончилось не только поколение. Честность, порядочность. Я уж не говорю о ГОСТах. Смеяться будут, если я скажу о ГОСТах. Я вам сейчас покажу этот ГОСТ. И вы будете это, то ли хохотать, то ли плакать. Смотрите. Две крайности. 1650 рублей. А графированная Виктория. Вы видите эту фотографию? Хотите, я вам покажу сделанную в 2007 году? Или не надо? Сейчас. Момент. Вот. Смотрите. Узнаете? Похоже? Делать крупный план или не будем время терять? Вот. Ее берут. Естественно, что она в интернет попала автоматом. Ее берут и... Где наша эта лекция? Вот она. Берут и из красивой фотографии... Она уже не моя. Логотип. Цена предельная. А что продадут вместо этого? Я думаю, что вот этих южан. Молдавия, Узбекистан, Таджикистан. Следующее. Это свежее. Я это... Гражданин... Виноградов. Уважаемый мой друг Алексей. Это вы нашли 96 только сходу фирм, фирмочек этих, которые присвоили мои фотографии. И очень вам благодарен. Потом я еще нашел десяток. Сколько их на самом деле бродит? Вот эту присвоили 30 самых. Эту может один, может пять. Я не проверял. Уже привык, да? Я от них, вместо науки, я от них заработал, как это называется? Признание. Вот наконец-то. Кстати, Ирина Александровна Савинича, я так надеюсь на вас, единственный представитель науки. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы смотрите это. Сейчас я вам покажу то, чего никто, ни в одном инститете не учат. Когда вы конкретно про агротехнику. Никогда о него не узнаете и через сто лет не узнаете. Вот это тоже моя фотография. Ее присвоили, украли штук 30 этих фирм. Так. Смотрите цену. Обижаете. 320 рублей. А здесь еще ничего. А эти вообще не уважают. Ну, понятно, что они готовы за 320 продать. Купили большую партию, а продать не могут. Вот почему. Вот почему. Скорее всего, главная причина – это смена поколения. Некому продавать. Шашлыки. Все. На дачах. А я еще один момент считаю. Абрикос Сибиряк Байкалова. Что вы думаете? Я несколько писем получил. А в письмах упрек. Валерий Константинович, вы почему панику подняли? Вы почему говорите, что Казьмина сады загубили и они исчезают? Вот. Кстати, не совсем исчезают. У меня же есть. Но тут ладно. А байкаловские где? Да вот же. И раз приводят несколько примеров. А этот я уже сам нашел. Если рядом с моей фотографией присвоено это мошенничество. Ясно, что продавать будут не... Ветки брали не с этого дерева. Так же? Раз фотография моя. Значит, и это мошенническая фотография. И нет никакого сохранения наследия Байкалова. Вот я к чему. Вот дальше хуже. А почему я на вас рассчитываю? Еще расскажу. Вот. Смотрите. Есть среди насудия. Мы уже 5000 собрали на это самое. На полтора куба дров Бродскому. Сейчас только вот. Я даже вам покажу. Не знаю. Не умею крупный план делать. Перевод 2000 рублей от Людмилы Викторовны О. Я не расшифрал, что такое О. Значит так. 2000 рублей сообщение для Боднара Баи. Поняли? А я всего лишь, я Зелезов всего лишь взял и заикнулся. Помните, что Боднара, вы хотели с Боднаром связаться? Вы хотели его книги, вы хотели его эти самые технологии, что-то там. Саженцы, да. Несколько человек попросило. А я ему звоню. А он красноярский, а он на операцию ложится. А это. И написал, что я ему выслал поддержку 5000. И вот 2000 приходит от человека. Значит, можем, да? Своих поддержать. Спасибо. Фамилия начинается и кончается буквой О. Вот. Все равно спасибо. Там на небе все видят. Хорошо. Про это я сказал. Так, теперь, надеюсь, что еще не вечер, еще это, да, на машину дров все. Сказал Бродскому, что на пол машины набрали. Если три куба считать за машину. Вот. Ну, говорит, собирай дальше, пока не высылай. С тоской. Ладно, проехали. Это грустно. А теперь о веселом. Нет, еще грустно. Ребята, пришлось и целый фильм создать. Опять присылает мне, я ни при чем. Присылает мне фильм. А там, знаете, что написано? Афера века. Абрикосовые косточки. Посадка, продажа, отправка почкой. И вдруг выясняется, что он не собирался. Этот товарищ меня разобращает. Он просто без моего спроса согласия. Тут-то я согласия. Вот это буду комментировать. Меня дядя Ваня специально обратился. Ждет от меня ответа. И получит. Кстати, в хорошем смысле. Я не собираюсь с ним воевать. Вот. Он хороший мужик. Так чувствую, что наш. И вот только запутанный. Жизнью и этими, мошенниками. Теперь. Афера века. А на самом-то деле он меня привел. А железу продает. И я буду продавать. Он показал 200-300 косточек абрикоса. Видимо, первое. Вид опыта нулевой. Это похоже. Но в трех местах ссылался на Железово. Еще в четвертом месте на один из сайтов. Где кто-то умудрился с косточки вырастить культурную. Мне это тоже. Я же тоже учусь. Я же не лажу по сайтам. Никогда. А кто-то за меня сделал. Доволен. И вдруг. Ну, на здоровье. Ну, как прокомментировать. Ну, молодец. А в этом смысле он меня совершенно не собирался разоблачать. Вот. Тут другое. Он потом посадил. И написал даже цифры. Это, оказывается, учебный фильм. И он без году недели. И по возрасту, и по опытности. Он вдруг пишет. Садит косточки. Бородки. Потом вдавливает. На глубину. Еще цифры стоят. Специально. 3-5 сантиметров. Сколько раз уговорил. Глинистую почву. Стопроцентная смерть. Чернозем. Это почти то же самое. Если это. Я знаете, что сделал. Я сейчас вам покажу. Я немножко отвлекусь. Но я вынужден это делать, ребята. Вот. Я собирался с вами 2 часа с лишним проговорить. Антон Валерьевич. 9.40 до 10.40 не будет. Пожалуйста. Я не отключал телефон. Позвоните, если что-то не так. Изображение. Звук. Так. Сейчас я вам покажу. 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 Сейчас я вам покажу. А. Вот. Это очень важно. Посмотрите. Дело в том, что я покажу то, чего я как. Я не давал ни одного совета, если мне приходилось. Как сказать. Если я что-то не понимаю, скажем так. Вот. Сейчас найдем. Ага. Вот я набрал. Фото. Это для вас. Я это, слава богу, я говорю, я рыл колодцы, я знаю, что говорю. А для людей это откровение. Фото близкой грантовой воды. Разрез почвы. В первую очередь для дивана. Смотрите. Сейчас поймете, к чему клоню. Вот. И помните мой нудный немножко разговор. А. Пожалуйста. Нудный и сейчас разговор. Не отключайтесь. Это очень важно. Вот это вам не реклама, когда просят. Это самое. Из-за дебильной рекламы не переключать каналы. Смотрим. Сейчас вы поймете. Вот это вот. Почва в разрезе. Я не мог столько каналов выкопать. Но. Когда мы уже, я скажу, больше говорить не о чем. Все. Ребята, мы будем вот это разбирать. Почему глина вот здесь. Вот. Видите. Вот это. Почему здесь гравий. Почему гравием засыпал дядя Ваня. Только. Ну, ни к месту, ни по делу. Просто. Это. Ну, научили мужика. Вот. Боюсь комментировать. Это все докопано до воды. Вот эти. Вот. И заметьте, что все разное. Не везде чернозем вы видите. А если чернозем бывает ниже. Сколько этих катаклизмов, сколько геологических эпох это все перенесло. Представляете. Вот. Это все до воды. Вот она вода. Вот опять гравий тот самый. Который в 99 случаях и станет к месту употребляет. Как я понял. Это все до воды. И ведь что? Я к чему сейчас скажу. А вы видите, что здесь степь? А вы понимаете, что в степи и там, где почва, ну, как ее назвать, поддеревянная. Я боюсь термина навру. А потом, в скобках, хохот в академическом зале. Стоит мне только сбиться. И так под деревьями и в степи совершенно разные почвы. Вот. Тут взяли землю. А потом. А сколько до воды? А сколько мы не знаем. Там в степи. А там удобно, лес вырубать не надо. А лес запрещают вырубать. Вот. А там, где на поляне посадил, сад поставил дом. А это геопатогенная зона. Потому и не росло. Кругом вековые сосны или, как у меня, береза высотой 6 этажей. Березы, представляете? Там, где у меня сад сожгли. А рядом поляна. А на поляне ничего не растет. А мы там удобно. Дом поставим. И сдохнем там вместе с садом. Извините, я уже говорю так, потому что мне так и не удалось никого привлечь. И за все время единственный вопрос. Что-то у меня рамки неправильно крутятся. Нашелся человек, который рамки сделал. Так вот. Про геопатогенную зону еще поговорим. Еще поговорим. Вы представляете, почка какая разная. Так вот, яблонь, груша, слива, груша и яблоня, это бывший один генотип. Разопался на два фенотипа. Знаете, что такое фенотип? Пожелезово. Испорченный генотип. Опять хохотов академиста сказали. Ирина Александровна, вы это не слушаете? А, нет, слушайте, вы наш человек. Генотип испорченный. Фенотип испорченный генотип. Так вот, в разных местах текст смогли выжить. В сухих местах то про яблоня, про груша, общий предок. Так как мы все ищем предка человека на земле. Его нету общего с обезьянами. Его нету, не нашли. А все ищем. Так и тут яблоня, груша была. Про, общее, про дерево. Там, где выжило, но где было до воды 10-20 метров. Где постоянно сухо. Выросли что? Правильно, выросли груши. А где место вот как здесь? Смотрите. Сейчас. Вот тут, вон вода. На дне вода, видели? Вот тут пошли яблони. И чтобы не умереть, стали давать отводки. Вот сюда бы еще, там где садил этот самый. Дядя Ваня, да еще бы холм повыше. Еще яблони, и то с трудом. Сильно близка вода. 67 сантиметров его слова. Вы понимаете, что вы начали теперь разбираться. Вы теперь почвоведы. Причем, если бы почвоведение изучали, вы бы могли пройти пятилетний курс, а потом ничего вот в этом не понимать. Потому что там учат всему, чего угодно, кроме того, что поможет сад вырастить. А вон, я, вы видели это? Видели эти деревья? Это совсем другая почва. По-другому образовывалось. Вот. Я вам сегодня много наговорю, потому что меня, это... О, нет, меня дядя Ваня не разозлил. Он меня, это... Как сказать, разодорил, что ли? Как там это? Я только разодорил, только сочетались кулаки. Я постараюсь не выставить его совсем уж в плохом свете. Просто человек, ну... Ну, так же, как это. Так вот, спросите богослова христианина, он скажет, а вот эти вот там все, кто, они заблуждаются. А те, кто, вот эти заблуждаются. Так и мы с дядей Ваней. Ну, ничего, у нас один Бог. Подружимся. И я еще не все показал. Вон лес, видели? Посмотрите сюда. Ну. А вот почва. А вот уже другая. И я уже, пройдет немного времени, я уже буду говорить, выкопайте полтора метра. Ну, вы же не станете этого делать. А подбираем фотографию, я скажу, вот здесь садите. То, а здесь садите это. А может быть, вы уже и сами поняли. А есть еще метод тыка. А садите все подряд, что вырастет тут твое. Вот дядя Ваня, мои косточки превратились в жалкие, нерастущие сеянцы и погибли. Но они должны были погибнуть. Вот. Это знаете как сейчас. Ну, не могу я без анекдота. Вспомнил ключевое слово. И сразу перехожу на анекдот. Французский гаишник. Вот. Я к чему, чтобы сильно грустно не выглядело, мой рассказ. Французский гаишник составляет протокол. Скажите, этот сам, месье, почему вы врезались вон в ту машину, за рулем, которой он сидит, сидела женщина. Блондинка, кажется. Вот. Ну, как поймите, господин инспектор, а как я должен был поступить? Она показала поворот налево, так она и поехала налево. Вот так. Так вот у нас с дядей Ивани это самое, противоречий меньше, чем показалось на первый взгляд, когда он меня пытал, почему у него сад погиб. Ладно. Видимо, сейчас пытают. Вот до воды. Посмотрите. Вы встретили хоть два одинаковых снимка? Ну. А вы знаете, что каждый этот самый, яблоня, груша, слива, абрикос, плюс они делятся. Вы вспомните сливы. Абрикос на венгерку приживается, на китайку не приживается. Ну, что ты будешь делать? Или почти не приживается. Да потому что они все в разных местах. А деревья у них же это самое. Когда сращиваются два этих самых, два, как бы сказать, разных организмов. Одним более похожи, другие менее. Абрикос на абрикосе бывает хуже приживается, чем абрикос на сливе. Вот. Или, к сожалению, приживается абрикос к сожалению. На, это самое, на степную вишню. И чем кончается? Воспользовались этим? Мягко говоря, не самые добросовестные люди. А потом продадут 100 тысяч за свою практику. Абрикосы. Проходит 3-4 года, а ни одного нет. Деньги из кармана вынуты, сотни миллионов, а толку? И с одного нет. А у людей руки опускаются. Лучше самое страшное. Ну, что, видели вы два одинаковых снимка? О, это находка моя. Это все до воды. Вода как раз. Ну, и везде что-то будет жить, что-то не будет. Но общие принципы нужны, и мы их будем изучать. Почему в моем саду сливы и абрикосы, яблони и груши? А-а-а! Дядя Иванович, рано это самое, руки опустил, рано. Доберемся и до вас. Вот тоже до воды. Еще. Я упорный. О! Вот этот снимок я сделал ключевой, перенес в наш разговор. Почему? Это потом. Так, теперь о хорошем. Сейчас мы будем говорить о хорошем. Так, а вот наша лекция. Смотрите, это мы о грустном. Чтобы еще меньше покупали. Уже меньше, уже 320. Я видел уже 290. Но опять же, на мошенническом сайте. Есть настоящие питомники, а они уже видят, что у них не берут. Они тоже сбрасывают цену до 300 рублей. Другое дело, качество у них, пусть дорог. Ну ладно, про это мы поговорили. Значит, он умудрился, этот гражданин, что сделать? Он умудрился написать цифры в 3-5 сантиметров заглубления. Некоторые выживут. Посмотрите, мы с вами не зря почву. На какой-то почве абрикос вылезет из 3-5 сантиметров глубины. Сразу основание штамба, которая под землей, сколько я вам показывал это, не сгниет. А потом, глядишь, у него корни, когда увеличиваются, они начинают выпирать из земли. Помните это самое, что сама природа садит на холмах. Но постепенно. Мы-то сразу в яму закопал, там гнить будет, не успевает вылезти из ямы, а на ровном месте успевает. Это в природе холм делает. А мы делаем холм заранее, потому что ждать милости от природы, как говорил Мичурин, мне так обидно за Мичурина, Мичурин, это целая эпоха. Из-за того, что его сильно долго слабили, его потом с удовольствием пинали недруги, когда прошла слава, не слава, допустим, назовем это такой период исторический. Это он сказал, мы не можем ждать милости от природы. Из-за этой фразы перестройку, как его пинали, как его грязью поливали. Это ужас. Это он угробил все на это. Это из-за него, из-за его фразы начали пилить лес, там, вырубать деревья, чтобы посадить этот, поставить там этот самый, коттеджи. ругали и ставили коттеджи, выпиливали лес. Вот. А это что сейчас творится? Найти виноватого. Это было. Так, теперь смотрите. Вот это, снимок, правда, не совсем свежий, но это самый раскрученный, самый известный и самый плодовитый питомник в России. Это все мертвое. Это все я снимал по просьбе того, кто распаковал посылку. Все мертво полностью. Знаете, что, почему? В эту, картон, даже не в картон, нет, толстая бумага вот эта, которая шуршит, как ее. Ну, ну, толстая бумага, коричневая, тоже, ковыть себе, не беда, но даже не картон. Естественно, все это там высохло. Вот. Я вынужден показать не в плане рекламы, но, как получилось. Нас очень мало, друзья. Поймите меня правильно. Настолько мало. Я взял один пример. Вот такой же, самый, это не этот, а тремя днями раньше, такую посылку выслал известная блогерша. У нее этих самых, четверть миллиона подписчиков, да, и она, вы видели, некоторые из вас видели фильм, она показывала его, прислала мне ссылку, там, на ссылке она распаковывает, еще не распаковала, хвалила меня, Сергея, говорила, какие у них 100-граммовые абрикосы, все, распаковала, все это, это, а, это была первая посылка от Сергея. Вот. Значит, довольна, и, конечно, посадить, все будет нормально. Сергей заранее обрезал. Я обрезать не стал, я просто объясняю тем, кто, вот, понимаете, после ужесточила требования, вот, чтобы не тряслось, и все. И тогда, вместо того, чтобы вот так обрезать, а тогда будет болтаться, вот, я целиком затолкал, загнул, он зато крепко держится. Кто получит, вот так вот, половину отрезайте, иначе не видать вам настоящего сада, как в своих ушей. Вот этого не могут понять даже крупные авторитеты. Даже меня воспитывали. Вот это я имел в виду, так, хотел показать. Вот. И да, кстати, осталось у меня штук пять или шесть. Вот. Объявление есть в гостевой книге. Теперь, загубить его, загубить все, что мы видели выше, можно легко. Это в 21 веке, в 19 году, в октябре месяце, действует вот этот ролик, где доктор наук, довольно молодой человек, явно сорока нет, берет и учит опять вот это заглублять. А наш друг, я не зря, потом увидите, я специально фотографии снимал прямо с фильма. А наш друг, дядя Ваня, садит на холм, увеличивает расстояние до земли. И теперь смотрите, где вот дядя Ваня? Чей он, друг мой, или вот этого доктора наук? Он здесь, знаете, что сейчас делает? Он бордюрчик делает. Бордюрчик. И так и говорит, сейчас осталось делать бордюрчик. У него здесь огромная яма, ну, сами знаете, чем заполненная. Я все, что кладут в яму, начинаю, минеральные удобрения, не минеральные, органические, неорганические, все, я торф, и это все называют дерьмом. Вот. Так вот, видите, что он сделал? Это провалится на глубину, я это проверял, сантиметров на 30, то есть бордюрчик. И это он, я вот понять не могу, а как они селекцию проводят? Ну, скажите мне, люди добрые, как можно проводить селекцию? Так? Если ты, загадя, его, это, гнижие условия ставишь, а потом попробуй, сделай выводы. Вот. Потому что, слово иммунное, 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 уже, плеш съели, вот. А какое иммунное, когда оно гнить, начинает сразу? Вы скажете, преувеличиваю, следующий снимок, внимание, он же. Взять, ну, я уже столько раз, ну, я бы мог вот про это, минут 10 пинать этого доктора наук, настоящего доктора. Ну, разве так можно? Это не просто калека. Ладно. Естественно, с таких калек вот такого не будет. Елена Александровна, я каждый раз буду вас разомать, раскручивать, вы моя единственная, я чуть не сказал, последняя надежда. Две выпускницы вуза, вы и Юлия Матвеева, на всю страну умеют выращивать деревья. Вы на днях защитили, что? Вы на днях защитили производственную практику у Железова. Еще, может, потому что они меня плохо знают и проглотили. Это у доктора наук, вы бы получили двойку. Вот его лопата доктора и рука, дальше не показывают. Пусть живет. Вот так, Елена Александровна. Будем уходить от этого. И вы, дядя Ваня, будете уходить. Но, дядя Ваня, смотрите, я сейчас несколько этих разных покажу и то, что совсем близко к вам. Я хочу, чтобы вы и ваши, ваша, свой теперь круг есть, свой блог, свои подписчики, маленечко перестроились. Мне бы хотелось. Итак, Алексей Макаров. Так, пока, только вот это показываю, пока останется время, целиком покажу. Нет, в следующий раз, я ему обещал его раскручивать, раскручивать и буду раскручивать. Почему? Виноградарь от Бога. Виноград, только от них фотографии крыша едет. Я думал, я правда не верил, что это в средней полосе. Я Железов. Я не виноградарь, но есть же стереотипы. Смотрим. Последний звонок. Я говорю, Алексей, ну-ка, признавайте, чьи персики ваши? Ну вот, за это спасибо. Так вот, это было давно, а это свежак. Про свежак поговорим отдельно или позже. Я делал серьезное. Я привел пример, что не так все плохо, как вот показалось дяде Ване. Виктор Казаев. Добрый день. Во 1 августе я отправлял вам фотографии персика сорта Хасанский. Привитый на абрикос. Те самые абрикосы капризные, которые сгнивают. Вам, конечно, дядя Ваня прислали бы персик привитый на абрикос, например, Сергей. Он бы, он бы тоже бы сгнил. Вспоминайте эту гнилую яму. Вот. Урожай собрал 12 килограмм. Урожай собрал 12 килограмм. Это, это два ведра. Основная масса 100-120 грамм. Ну, вы представляете, с этого, ну, мне что, увольняться, что ли уже? Мне что, это самое, объявлять, что все, я уже устарел. Одна рада, что персики-то мои. Самый маленький вес 60, да у меня самый большой был 50. Номеровку не делал, то есть, если бы он еще выщипывал бы там через 3 на 4 эти самые цветочки, у него еще были бы крупные. Абрикос сорт Академик, прививка черенок с вашего сада. Был крупный и очень красивый со слов жены, так как, сами я не видел, с мая по август находился в больнице. В настоящее время 7 сортов. Вот. Ну, это самое, будут плодоносить на следующий год, если хорошо перезимует. Я взял, думаю, где же это Торск? Помню, что Урал. Оказывается, да, Урал. Ну, пусть Южный Урал, но это Урал. Это во мне это самое. Я к чему говорю? Я не знаю, если Казаев меня видит, если нет, я ему все равно потом напишу. Совесть есть? Где фотографии? Вы пишите, отправляли фотографии. Ну, бывает так, что вы отправляли, я не получил. Да я бы это бы, я бы носился бы месяц с этим бы фотографиями. Ну, ну, нет, не видел, не слышал. Давно бы же рано весь мир, что ворские мои персики. Вот. Ладно. Думайте, это все. Вот это уже ближе к вам. Так. Теперь, я сейчас сделаю так, чтобы было лучше видно. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще даже крупнее немножко. Бывает то, что плохо разглядеть. Вот. Ну, это вы уже поняли, кто это. Это Макаров. Это, значит, Казаев. Без фотографий. Вот так. И вот, Вячеслав Тимович Хан. Привет. Оказывается, следили за мной. Вот. Хан, это фанатик. Таких фанатиков, уже, не знаю я, самый, стоматолог, ему пора уже, по-моему. Ну, если не в академике, не возьмут ведь. Таких не берут космонавты. Ну, в это, советникам, академикам, по особым местам. Вы представляете, что такое Хан? Хан, это, так же, как у вас, то же самое климат. Это Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области. Еще жестче климат. Но главное, там столько же до воды, да, это, как у вас. Хотите верьте, хотите нет. Это очень важно. Это я для вас готовил, дядя Ваня, этот сюжет. Смотрите сюда. Вот. Видите, дядя Ваня и Хан. Видите? Так вот, я начну с Ханом, потом о грустном, потому что вы у нас самые грустные оказались, дядя Ваня. Так, смотрим, смотрим. Вот это тоже самое письмо. Так, здесь у него получается, что он, фотографии моих трех, это Хан, первых абрикосов. Вот они, может быть, трех деревьев, может быть, трех плодов, может быть. Конечно, с такой фотографией особо не разберешься. Гордость и краса, ароматное, сладкое, сочное. Заметьте, абрикосы. Сейчас мы начинаем открывать секреты. Как в детстве в Узбекистане. Думаю, что в следующем году рожай будет не штуками, ведрами. Вот. Долго, сильно долго. И почему, я вам все скажу. И не будете вы такие рожаи иметь, как у меня. Грустно, но на подходе персики, череши, виноград тут. Или, может быть, действительно у фанатиков все получится. Таких, как вы. Смотрите сюда. Глядим. Вот это, казалось бы, ну что особенного. Вот видите эти горки. Они искусственные. Почему? Смотрим. Это я был, сколько, это было 16 год, да, это было 30 с небольшим года назад. Внимание! Что вы видите? Пруд. Теперь смотрите, сколько до воды? Метр? Вячеслав Тимофеевич, я не ошибся. Наверное, метр. Где земля, которая вот здесь вынута? Вон она. Где посадки? Вон они. А? Смотрим еще. Рыбка заводится. Знаете, красоты неописуемые, фотография не самая. Вот. А теперь смотрите, когда сегодня, я посмотрю по времени, получится или нет. Здесь проточная вода. Я посмотрел по всей округе, идет небольшой уклон, так, до воды везде, близко, так, я уже еще, даже это, как-то сказал, не подумал, кто же это будет делать. Хотите там иметь нормальную, чтобы не калечить почву, это все. Это переделано. Это может быть, может быть, это хольцеро влияние, может быть, мое. Вот. Ведь можно было и не рыть котлова, но вот это вот самое, просто завозить землю, грузовик, посадочное место, грузовик, посадочное место, или как у вас, вынули посадочное место, вынули посадочное место. Вот так вот. Значит, вот это уже лучше. И у вас, пусть это долго, я ходил у вас, честно, вспоминайте, я ходил с унылой мордой, у меня в руках были рамки, у вас, абрикосики, вспомните, сколько выросли, до июля, с карандашики, заметьте, с карандашики, это за это время, мое я потом покажу, они в метр вырастают, мощное, а вас, жалко, я сразу сказал, вообще место непригодное, но чуть-чуть после переделки, чуть-чуть пригодное. То есть, это компромисс между доктором Ваней, Иваном, ой, доктор, да, ой, доктор, интерес, какая у вас профессия, обмолвался. Значит, дядя Ваня и доктор Хан, вот разница между вами, но уже ближе. Ну, еще пару фотографий, но не удержался, это я, фотографии делал несколько дней назад, готовился к этому, к этому вебинару, и просто со своего собственного фильма, который есть в Ютубе, вот, я делал фотографии. Вот они. Красота. можно же сделать, можно. Совсем не грустная картина. Вот. Я пока не комментирую, не до этого. Ну, согласитесь, что через три года эти деревья, вот они пошли. Ладно. С этим пока все. Сейчас еще возвращаемся. Итак, мне Бог помогает. Вячеслав, так, кстати, вот это вот, вот, у вас примерно та же проблема, да, но вы все-таки, я, я, я знаю, что вы фанатик. Я видел однажды, как вы, у вас был тайком, не тайком, случайно подглядел, как вы сидели в бане, и каждую косточку держали в руках, и что-то шептали. Ну, было. Только я вам про это не говорил. Каждую косточку перебирали. Я смотрю, сидит, и мои косточки перебирает. Ё-ки-палки. Вот, думаю, вот это фанатик. Ну, все равно не верил. Поздравляю. И себя поздравляю. Я так горжусь своими друзьями. Вы знаете, я потом дойдем, не дойдем до Обнинска, а ведь у него же саженцы. Я буду раскручивать его. Пусть продает. Надо выдавить этих мошенников с рынка. Вот, ладно. Идем дальше. Вот. То, что у вас, Вячеслав Тимофеевич, вот те жалкие, маленькие с карандашик, помните? Вот. За это же время, это примерно конец августа, конец, да, начало августа, вот это все. В это же время примерно фотографии сделаны. Вот это процесс схожести вам. Вот это здоровье деревьев. Вот. Ну, а потом просто это, естественно, что для у вас, даже у вас, я честно скажу, это будет где-то предел. Может быть, они начнут, я ничего не хочу, я не хочу вам настроение испортить, но это смотрят люди. Если вы, у вас до воды метр, еще на метр подняли, два метра, вот, начинаются сплошные компромиссы. Возможно, умрут. То есть, дойдет до такой степени. Может, получите так же, видите, сколько людей переплюнуло меня. Я же, каждый вебинар хвастаюсь. Друзьями, сторонниками, вот. И вот, 23 ведра, это не этот год, но 23 ведра рекорд. Можете не дотянуть. Но еще что, у меня этот жардель привита на манжирице, это оба рослое дерево получилось, по двое приводит. В сумме дали вот такое чудо. На фотографии лет 10-12, я уже не могу вспомнить. Дальше смотрим. Вот, яблоня. Яблони делятся на подвое и сен... принципиально. Сенцевые привитые яблони и корневые отводки. Вот это и у дяди Вани умрет. Он пытался, у него сразу не получилось, но там есть несколько сопутствующих причин. Так сказать, суммарная составляющая погубила. Вот. И у это. А это на сенце привито. Так. Вот. И еще раз возвращаюсь. Лена Александровна, использую вас в качестве учебного пособия. Придет время, когда-нибудь вы будете учить всю страну. Потому что таких, как вы, я обнаружил пока знаете сколько. Только одну. Грустно, но спасибо и на том. Вот. Видите, перед ней куст мертвый. Ну, ладно, мы сейчас простоять не будем. Так вот, для вас приготовил этот постулат. Он незаконный. То есть, я ему не присылал номеры. Он не будет моим. У меня книга не изданная постулатом. Ее, наверное, никогда не издадим. Мне эти-то две не покупают. Почти. и так постулат. Мичурин. Надо было написать сам Мичурин. Сам Байкалов. Их последователь железов. Никогда бы не вырастили абрикосы, где под поверхностью почвы всего 60-70 метров. Это вы, цифра от вас взята. И это еще не все. Погодите. Вот. Корневые отводки. Сделайте холмы нормальные. Так. Не будете делать этих дебильных ям, про которые, извиняюсь, неправильных ям, а то обидитесь. Вот. Вот эти на корневых отводках у вас могут пожить. Вот. Какое-то время. У них не будет 40-50 лет. Они начнут загибаться через 5-10 лет. Ну, попробуйте яблоки и все. Или как хан. Загоняйте бульдозер. Вот. Вот они корневые отводки. Это часть учебы. А до фирма доберемся. Вы можете сливы, посмотрите. Вот. Видите вот этот отрусочек? Не поняли? Вот. Это корневой отводок. Он вот так вот выглядит. Вот. И этот корень не пошел вертикально вниз. А это этот самый. От мамы называется пенди... Нет, не пендиц. Это этот. Это пуповина. Перерубили. Все. Еще раз. Вниз. Ловушки не делать про них. Потом поговорим. Вверх. Ну, хотя бы хотите бульдозером. Хотите, например, с помощью... Одна по следующим местам вместо ямы. Естественно, яма не рыть. Понятно. Вы уже видели эту яму. Грузовик. Вот. С чем потом все расскажу. И, наконец, вишня. Вот и это будет жить. Я на Кавказе ветеранам войны дали землю подачи еще в советское время, когда вообще не давали. Расчертили они, что земля была, как у вас, по 50 сантиметров. Посадили деревья ветераны войны. Кто дожил, выжили только вишни. А я хожу и смотрю, здоровенная вишня. И не гниет. Вот. Вот этому так я опыта набираю. Где угодно, как угодно. Так, теперь мы переходим к вам. А потом еще поговорим о агротехнике. Аминь. 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 Аминь.